Едем в школу. Да ну нафиг, там две матиши сегодня. Мммм, а школа-то похорошела при Собянине. Мгм, ну всё ясно, у него было две матиши. Так как без бейджика из школьной формы через главный вход в школу не пускают, заходить придётся через чёрный ход. Да и через металлоискатель, на главном мы бы с оружием не прошли. Кто-то опять взрывал корсаров в коридоре. Ого, ого, в кабинете химии сегодня проводили опыты? Ага, кто-то у нас тут пытается откосить от физкультуры. Знаете, не о чем-то и убедительно. Кто-то засунул первоклассника в электрощиток, и свет почти по всей школе погас. Нет-нет, не переживайте, щиток можно починить. Ах да, ещё освободилось одно место в первом бе. Спустя некоторое время фонарик с Алиэкспресс показал себе не с лучшей стороны, то есть полностью оффнут. Поэтому ссылку на продавца я, пожалуй, оставлять не буду. Прошло уже два часа с окончания опытов по химии, но проветриться тут всё никак не может. О, восьмой бэк, как всегда, пытается сбежать с уроков через окно. Правда, на этот раз не совсем удачно. Ёпа мать, опять старшеклассники из класса с инженерным уклоном смастерили новую подделку. Опа, ОМОН в школу приехал. Так, пацаны, признавайтесь, кто на митинг ходил? Внезапно какой-то придурок ворвался на школьную радиочистоту и включил вовсю Моргенштерна. Нам с Киганом сразу же поплохело. Но вскоре я смог оправиться, а вот Кигана с его более идеальным чувством музыкального вкуса восстановиться было суждено нескоро. Да что уж там говорить. Даже вертолёт, пролетающий над школой, упал. Хотя, скорее всего, это инженерный класс просто снова перенастроил глушилку для интернета. Ладно, пацаны, последний физра, валим!